И так, приветствую друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Сейчас мы с вами прокатимся в Адлер, посмотрим, что у нас с дорогой, что у нас с обстановкой в Адлере. Ну, в общем, немножечко посмотрим. Посмотрим, посмотрим, еще раз посмотрим. Сегодня у нас, наверное, ожидаются какие-то гости, хотя по новостям ничего у нас не говорят. Но, судя по количеству гаичников, второй день что-то здесь у нас такое ожидается. Но мы с вами попробуем все-таки доехать до Адлера, понимая, что в Адлер дорога будет не самая лучшая. Ну, куда деваться, да? Надо же ехать, надо же. Итак, как можно ехать до Адлера? Можно, в принципе, доехать у нас прямо, а можем попробовать проехать через улицу Донскую. Давайте пройдем через улицу Донскую. Во всяком случае, навигатор мне вот именно так подсказывает. Ну, о какую тему сегодня поговорим, да? Поговорим, от скольки начинается недвижимость в этом прекрасном городе Сочи, да? И что происходит с недвижимостью. Мне задают, в принципе, вопрос одни и те же и застройщики, и задают вопрос одни и те же, соответственно, клиенты, да? Что с недвижимостью? Давайте сделаем вот такой небольшой вывод. Вот те варианты, которые ликвидные, которых, ну, в хороших комплексах, с хорошей репутацией, там ценник растет и там наблюдается дефицит того самого жилья, да? Например, если кто-то из вас сейчас поставит цель найти на острове мечты, то ничего не сможет найти. Даже мне, вот моя сестра, да, когда я с ней консультировался, я говорю, ну, блин, есть смысл, ну, как бы продать квартиру там и там кое-что там другое взять и так далее. А там, конечно, продаваясь, тебе дают такие деньги. А мне давали 38 миллионов, да, вот. Сразу сплюрну, я отказался. Что? Да, привет. Привет. Ну что, поздравил папу? Я папу, да, поздравила. Понятно. Скажи, пожалуйста, ну, что там у нас? Ты сказал, продавай свою квартиру в острове мечты. Сказал, там целую кучу вариантов ты мне прислал. Ну что, хоть один вариант живой есть? Скажи честно. А, вообще нет. Знаешь, самое интересное, я наблюдаю в таких домах, как остров с мечтей, там, да, индикаун сокол. Ну, вот, вроде квартир много, вот на 4 дома высоких таких. А по факту в продаже вообще нет. Вот есть там парочка квартир, 13 квадратов и все. А больше-то вообще нет. Ты же стал продавать не свой квартиру. Такие дома, они дефицитные. Я понял по активности риэлторов, там, когда мне написала 4 риэлтора, что готовы мою квартиру продавать. И там 38 готовы люди рассматривать, давайте и так далее. Когда я обновил, что там все сделал, там и кухонные, и там стулья, и все-то купил новое. И все. Вот я вот теперь, вот, и ты, и Сергей, брат сказал, продавай, без проблем, хорошая цена и так далее. А по итогу, получается, продам, и потом можно остаться с голой срака, и ничего особо хорошего-то не найти. Правильно? По большему счету. Ну вот смотри, которая была 68 квадратов, ее купили за неделю, когда, как выставили, это мне риэлторская, которая продала, она как пирожок ушла. Мы только когда выставили, мы успели ее сразу же запрать. Но она же ушла не за 15 миллионов, она же ушла не за 15 миллионов, за 26? Да. 68 квадратных метров, правильно? Да, очень много. Вот. Притом там ремонт был так себе. Ремонт был чмошный, я знаю, как раз делал. Который 90, ну да, который 90 квадратов, ее тоже, ее быстро очень забрали, там, ну, буквально, она посылает с ремонта момента. За 36,5 миллионов рублей, правильно? Да. И получается, на данный момент, сейчас там вообще нету квартиры, например, большой площадь. Есть только там парочка 13, 13,5 миллионов, там маленькие, 30 квадратов. Или 34, ну, что-то, короче, небольшие вот такие. А вот нормальные квартиры, там, две комнаты и кухня-гостиная, вот таких общей предложений. Я говорю, на самом деле, 4 высоких дома, только там квартир, и главное, вообще нету в продаже. У нас 5 домов. У нас 5 домов. 5 домов. Вот на 5 домов, считается, сколько там квартир, не знаю, там, суммарно, и нету общих предложений. И вот так часто, кстати, происходит с домами, которые такие вот, ну, нормальные, действительно, законные, с документами, в нормальной локации, там, да, с инфраструктурой, паркингом. Вот, как правило, квартиры в них дефицит всегда. Вот я вот тут согрела. Так что, когда захочешь продавать, выстроить, я думаю, Да нет, я не хочу продавать, мы уже нашлись, не хочу ее продавать. Надя не хочет в дом, не хочет переезжать в другую локацию, тоже мы не видим смысла, потому что, говорит, даже вчера пришел, он там вся везде мотал, с собаками, там, по ветеринарам, говорит, зайди что-нибудь купи, я зашел, там, купил сразу же, прям в подъезде, можно сказать, там, не знаю, там, плов и так далее. Поэтому я думаю, что, нет, не хочу, не хочу менять локацию. Хотел сокол, ну, в соколе, наверное, старый фонд вокруг окружения, и вот у меня друг, который продал в соколе, почему, говорит, да даже вечером страшно было выйти за дом, потому что там реально, там, эти нареки есть в старом фонде, и алкаши есть, все есть, говорит, вот в соколе, говорит, внутри все классно, ты в безопасности, ну, не дай бог, там, 5 метров влево-вправо, это задница, вот, как бы так. Поэтому я хотел купить квартиру в жилом комплексе, который я снимал в соколе, там, за 41 миллион рублей, хотел добавить денег ее купить, но над этим даже, но сейчас я все-таки ссылаюсь, что Остром Мечты все равно мне лучше, тем более, я вижу, что там управляющая компания работает, сейчас там пашет, там много чего делают, и реконструкция детской площадки, они хотят участвовать в конкурсе, лучше площадка все-таки, короче, ну, делают много чего. Управляющая компания, конечно, молодцы, Остром Мечты, я с ними общался как раз вчера. Нет, я, знаешь, смотрел, думаю, если, например, это продаж эту квартиру, ну, что-то купить вот в этом районе, да, в старом фонде. Нет, я скажу, там, ну, по сути, вообще нет предложений. Там, я нашла единственную, ну, 40 квадратов, это в Пионере на пятом этаже, ну, там, 20 миллионов за 40 квадратов, ну, и без ремонта она особого. Да, нет, Пионер бред, 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 за... Ну, да, там, видишь, не дворань, не кого-нибудь, чё. 80, 85-40 метров, вот, как бы так. Так что, Максим, самое интересное, что купить-то тебе будет, нечего, нечего ты продашь, вот, вот, продукт в чём. Согласен. Купить-то нечего. Да, ну, всё, хорошо, поехал, я в Адлер, давай, попозже. Ладненько, давай, давай, хорошо, давай, счастлива тебе, хорошо. Давай, давай. 50 миллионов, когда торга нет, как бы всё, ребята, всё. Вот именно так. И вроде как бы нашлись, всё, давайте, покажем и так далее. И мне брат и сестры сказали, да давай, Макс, продавай. Если что, в крайнем случае, найдём тебе, там, в острове мечты, там, целая куча предложений. И когда начал брат и сестры искать, то стало понятно, что особо-то предложений, как таковых, и нет. Ну, по большому счёту, ну, реально, особо предложений, оказывается, и нет. Почему? Ну, потому что есть определённые моменты. Ещё раз повторюсь, на вопрос, кто нас спрашивает, как у нас обстоит дело с недвижимостью. Вот, объекты, которые ликвидные, вот там найти, вот, что-то такое хорошее, например, как остров мечты, как парь горького, там больше из категории нереального. А предложения, которые, получается, завышены по цене, например, если мы возьмём с вами с ремонтом, те же самые, например, Сочи парк, да, например, там, с ремонтом, они просят, там, по 450-500 тысяч рублей за квадратный метр. На секундочку, да, если мы берём 80, да, квадратный метр, мы умножаем с вами на 500, то получается 40 миллионов, да, хотя там таких металлорожей нет, если только объединить квартиры и так далее, то получается всё. Ну, понятно, что локация, она кардинально отличается. Это небо и земля, и здесь, и дорогу понятно, что, конечно же, остров мечты, как бы, он быстрее уйдёт. В острове мечты появляются периодически квартиры, по, там, студии, там, например, по те же самые, по 35 квадратных метров, как сестра сказала, да, эти студии все знают. Ну, цена 13,5-14 миллионов рублей, и эти, соответственно, как бы, эти варианты расходятся очень-очень-очень быстро. Больших квартир нет. Ну, с Надей совещались, тем более сейчас я не один принимаю решение, но было решено, что, наверное, всё-таки от добра добра не ищут. Да, дом может быть и хорошо, но он не хочет. Дом, если так, заработаю, куплю, как бы, квартиру не хочу пугать. Вот, поэтому последний видеоролик, который я снимал, просто чисто похвастаться, как можно сделать ремонт, как можно обновить, там, плюс ещё скоро у меня там придёт супер финтопёрстная кровать, которую обещали мне доставить за 30 дней, а в итоге 30 дней превратились в 100 дней, да, у них, получается, рабочие дни. Я проплатил кровать 30 апреля, и теперь мне стоит, что 10 только июля придёт эта кровать. Я уже переругался со всеми, с кем только мы уже было нельзя. Ну, такой вот есть. Но факт остаётся фактом. Сейчас уже подумаю, может быть, есть смысл открыть свой мебельный магазин. Ну, реально об этом подумываю, потому что обслуживание, ну, мягко говоря, не то. Ну, и, конечно, потому что там маленький вам лайфхак. Если вдруг что-то покупаете, особенно из мебели, вот я покупал и родителям, покупал квартиру мелоди леса 1, мелоди леса 2, покупал к тёще квартиру, покупал квартиру дочери, которая радужна. Нужно выбирать и брать то, что есть в наличии, и без разницы, что там вот постоял на день и так далее. Потому что эти махинации, извиняюсь, особенно с этими рабочими, так называемыми, днями, которые непонятно как, да, как может из 40 дней получиться 100 дней? Они что-то работают 2 через 2, что ли? Я не пойму. Вот как так? Вот всё. И вот теперь на вопрос, да, где цена ниже становится, где выше. Например, что в том же самом, в Сочи парке или по кислороде, когда люди брали под льготную ипотеку, там, например, 2 года ты платишь, например, одну сумму, около 20 тысяч рублей в месяц, а потом резко платёж меняется на 80 тысяч, и когда люди не увозят, потому что они рассчитывают, что они пока по 20 тысяч будут платить, они её перепродают. Вот там есть варианты, где люди готовы продать по той цене, по которой они купили, либо даже ниже. Но они изначально брали, например, когда вы берёте по льготной ипотеке, например, за наличку ты можешь взять по 38 тысяч рублей за квадратмитр, по льготной ипотеке на каких-то условиях, например, 400 тысяч рублей за квадратмитр, а ещё какие-то 420. И понятно, что если, например, продавать уже, ты её под льготную ипотеку отвезли в саушку на продаж, под обычную ипотеку, под обычную ипотеку уже нет смысла, да, там конкуренция уже другая становится. И, соответственно, соответственно, за наличку, за наличку тот же самый застройщик может дать вам цену гораздо ниже, чем та цена, которая была, соответственно, на момент вашей покупки. И там действительно цены, вот если сравнить цены год назад, полтора года назад, два года назад, там цена либо в стадии стагнации находится, либо цена даже просела. Именно если смотреть именно варианты перепродаж. Если, например, смотреть как бы за минусом, например, в той же самой льготной ипотеке, то ситуация получается довольно-таки плачевная. Ну, реально ситуация появляется довольно-таки плачевная. Поэтому, 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 соответственно, есть информация для размышления. вы должны в любом случае как бы что-то смотреть, анализировать и так далее. Такой ферзь едет в крайне левом ряду без, там, не знаю, без включенной люстры, без сигналов, ничего, и потихонечку тащится. Ну, вот отсюда у нас бардак на дорогах и получается. И, ну, и аварии получаются. Само собой разумеешься. Вот и вот так. Теперь, что касается домов. Некоторые застройщики, участники, особенно, знаете, думают, все думают. Потому что, например, если мы возьмем с вами дома, всплеск по спросу на дома появилось 3 года назад. Как раз, когда была пандемия, даже там 3,5 года назад, в период пандемии люди, соответственно, стали понимать, что, наверное, свой дом лучше. Хотя бы ты можешь выйти, там, не знаю, пожарить, как-то, как-то, в шашлык. Потому что даже элементарно, например, люди не могли поехать, например, на то же самое озеро. Извиняюсь. На то же самое озеро, на котором можно было порыбачить. Понимали прекрасно, что даже не могут, соответственно, выйти, например, в парк, потому что в парке нельзя было. даже, когда ты бегал по улице, просто делал пробежку, да, даже там, соответственно, в свою очередь, как бы, тебе там задавали непонятные вопросы, типа, почему ты здесь бегаешь, даже если ты бегаешь в маске. Хотя, например, в Дубае, например, в маске я бегал. И, соответственно, ну, как бы, пошла потребность в домах. И дома стали пользоваться спросом. И вся загородная недвижимость, включая не только Сочи, там, Подмосковье, там, Москву саму и другие города, за счет пандемии, прям, реально был скачок, прям, скачок был. Но, соответственно, прошло пару лет, соответственно, пандемия куда-то у нас убежала, когда у нас началась специальная военная операция, сразу про пандемию забыли. И люди потихонечку опять стали немножечко, немножечко отходить от тех самых домов. Потому что, как ни крути, но дом в Сочи или дом в любом другом городе России, это все равно тебя сковывает по рукам и ногам, как ни крути, да? Если ты, там, имеешь дом ворский, там, лишний раз, ты, там, зимой никуда не прилетишь отдохнуть, потому что будешь переживать, а вдруг, там, не дай бог, там, с газом что-то будет, скачок будет, или электричества не будет, у тебя котел отрубится, или еще что-нибудь, все перемерзнет. У меня такой практики было, когда я когда-то вернулся с Египта, и у меня не знаю, как бы, глюканул дотел. Тут сказали, надо было ставить хороший котел. Да, хороший котел был Вайланд, это считалось, считалось, один из самых дорогих котлов и так далее. Тогда еще в те времена не было, что там можешь было управлять, кстати, котел Вайланд ты не можешь подключить к умному дому, и ты не можешь управлять смартфоном. Например, котел Бакси ты можешь сделать, да, хотя Бакси дешевле, чем Вайланд. А вот, например, Вайланд, да, ты не можешь ничего такого подобного сделать. Поэтому вот такая ситуация произошла. Опять же, да, свой дом, как ни прийти, чем дешевле ты купил дом, либо чем больше ты сэкономил на постройке дома, тем дороже у тебя будет выходить его содержание. Например, даже у меня родители пока жили в доме, да, когда я уже переехал в Сочи, вот, как бы, я папе задам эти вопросы, папа не даст соврать, все равно папа делал то одно, то другое, я им присылал деньги на то, чтобы дом, как бы, поддерживать на ближайшем виде, да, там, наружку поменял, что-то еще, там, окна поменяли, еще что-нибудь, и пошло-поехало, я, соответственно, отцу, как бы, отсылал деньги для того, чтобы что-то получилось более-менее нормально с тем самым прекрасным домом. вот, это факт, и ничего, кроме фактов. Поэтому, конечно, идеально, когда ты взял супердорогой дом, когда ты, там, все там сделано, все там на автоматике, там, не знаю, технологии, там, умный дом, умный двор, умный, умный автополив и так далее, когда тебе не нужно, там, заморачиваться, там, с поливом, когда у тебя там нет перебоев с водой, нет перебоев с электричеством, нет никаких перебоев, и, конечно, как бы, в таком доме можно жить и получать определенное удовольствие. Но, не всегда так бывает, например, если мы возьмем с вами, например, большинство домов, а это 95% домов, какой там, люди покупают дома с целью, там, сэкономить, строить. Я сам прекрасно понимаю, когда я в Орске строил свой прекрасный дом, соответственно, я зарабатывал по меркам Орска очень хорошо, это 100 тысяч рублей в месяц, 120 тысяч, там, еще там, у меня там премии были, в виде машин и тому подобное. Я прекрасно понимаю, как бы, что эта зарплата считается довольно-таки хорошей даже сейчас, даже в наше время считается хорошая зарплата, особенно для Орска, а это было, на секундочку, 10 лет назад. И я понимаю, что я дом строил, я не мог позволить сразу построить дом по-настоящему хорошо и качественно, потому что даже не хорошо и не качественно я в дом там вбухал очень много денег, даже в городе Орске, да, соответственно. Дом был построен в пол шлакоблока, снаружи был, да, конечно же, Салаватовский облицовочный кирпич, который считался одним из самых хороших, одним из самых дорогих. Крыша была из металлочерепицы, потому что на простую черепицу у меня не было возможностей. Крыша не была, как говорится, утеплена, крыша не была там с пароизоляцией, там, как сказать, шумоизоляцией, ничего, и когда был град, я это все слышал прекрасно. Соответственно, помимо всего, окна тоже брал самые, скажем, ну, пластиковые, но самые дешевые, без какого-то там серебристого напыления, даже разговоров не может быть, но были пластиковые окна, и были, типа, лучше, деревянные. Соответственно, теплые полы даже, я тогда даже и даже в страшных мыслях не мог себе позволить, потому что я понимал, что это гораздо дороже выходило, потому что нужно было взять и подкладку, и так подобное, и все остальное. Потом, соответственно, это были обои, там, как бы, раз теплых полов не было, это у меня там в доме был виситок ковролин, кто не знает, что-то ковролин, глаз от илинолеум, да, но это все было, и могу сказать, что это было так вот, да, сделано не потому, что там, как бы, мне нравилось, а потому что я пытался в том числе и сэкономить, потому что дом, общая площадь была довольно-таки большая, и все это выходило в копеечку. Плюс, опять же, у меня были немножко другие приоритеты, я там, не знаю, там, заворочился, там, делал себе кинотеатр, у меня там был проектор, у меня была там музыка, там, был ресивер, дорогой, там, Ямаха, там, и так далее, и на этом фоне, конечно же, особо сильно не разгуляешься. В итоге, дом, там, год прожил в доме, понял, какие там косяки, когда уже начал делать баню, в баню уже сделал теплые полы, тоже сделали, горе водительных, ой, горе эти, нифига себе ты, а с чего ты перестраиваешься налево, когда у тебя полностью все свободно, это вот женщина за рулем, вот, вот, если кто-то видит сзади, полностью полоса, полностью вся свободная, правая, да, ну, и, в общем, вот, как бы так, это у нас все и получалось, и, по большому счету, потом, пошло на то, что там, переделывал дом, доделал, 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 и то, что ты вначале сэкономил, соответственно, потом у тебя все-таки становилось, мягко говоря, боком. Так вот, к чему я это говорю? Соответственно, в Сочи дома, они стали пользоваться спросом, и загородная недвижимость везде, в России стал пользоваться спросом после пандемии, или даже я бы сказал бы во время пандемии, ну, и все, и на этом фоне, конечно же, конечно же, конечно же, ничего хорошего не получилось. Ничего хорошего не получилось. Ну, вот как бы так. Поэтому потихонечку, потихонечку, потихонечку. Теперь, что касается недвижимости. Да, самый большой скачок был не в период пандемии, да, не в период пандемии, а самый большой скачок был именно после пандемии. Почему получилось так? Смотрите, пандемия, да, у нас закрыли ту самую заграницу, и люди, которые никогда в жизни не были в Сочи, но при этом жестко высказывались про Сочи, что Сочи это там колхоз, Сочи это то, Сочи это сё, они приехали и увидели тот самый колхоз своими глазками, потрогали своими ручками, они всё это посмотрели, и, соответственно, когда уже, да, у нас пандемия началась, получается, где-то примерно в апреле, в апреле месяце, да, началась, если не ошибаюсь, там, 30 апреля и так далее, и после этого, после этого, соответственно, люди уже стали возвращаться и люди уже стали присматриваться, поэтому период там апреля месяца скачка цен не было, там, например, и мая месяца, июня месяца не было, а именно скачок цен получился у нас уже в последующем, да, когда уже люди отдохнули, начали возвращаться назад, ну, реально начали возвращаться назад, и, конечно же, когда уже возвращались, и уже понимали, что, в принципе, можно жить. Плюс, опять же, пандемия показала, что многие бизнесы, которые люди раньше говорили, ну, как так, как я перееду, а как мой бизнес? Соответственно, пандемия дала возможность многие бизнес вести, мягко говоря, дистанционно, да, кто там поставил там тех же самых, например, управленцев, пока там куда-то ездили и так далее, и поняли, что оказывается, все их, вот эти тараканы в голове, все эти препятствия, да, которые, это было только в голове. И, само собой, после того, как вы это все проанализировали, соответственно, поняли, что смысл жить, например, в Красноярске, когда можно жить спокойно в прекрасном городе Сочи и иметь, например, тот же самый бизнес в Красноярске. Когда начали переезжать сюда и начали штудировать, понимают прекрасно, блин, смысл иметь бизнес в Красноярске вот с такой доходностью, когда в Сочи можно зарабатывать на чем угодно. Там в Сочи реально, как бы, возможности очень большие, потому что люди переезжают с деньгами, все равно здесь, как ни крути, движение есть, соответственно, здесь строятся жилые комплексы, здесь все равно там, как бы, строится тайная инфраструктура, нужно все равно и то делать, и все делать. И, соответственно, уже начали выстраивать бизнес непосредственно вот здесь. Вот именно бизнес начали выстраивать непосредственно вот здесь и сейчас. И, конечно же, Конечно же, исходя из этого, когда начали покупать ту самую недвижимость, у нас произошел такой скачок цен. Самый сильный скачок цен был ровно 3 года назад. Например, 3 года назад я умудрился купить себе квартиру. Вот в «Остро мечты» уже ровно 3 года, как я живу в этой квартире. Я купил ее за 14500. Соответственно, в сентябре месяце я купил родителям квартиру. В начале, даже в сентябре, в самом начале сентября я купил, получается, со всеми скидками 95 квадратный метр за 8400. В тот период времени я пытался продать квартиру в жилом комплексе радузную за 6700. Ее никто особо не покупал, там очередь не выстраивалась. И, в общем, вот как бы так. И буквально, вот, буквально, буквально, вот, например, ноябрь-декабрь месяц недвижимость стала резко расти. И в ноябре-декабре квартиры подорожали вот резко сразу, просто резко подорожали на 30-35%. И, соответственно, так и шло подорожание вплоть до 2021 года, вплоть до, там, до мая месяца. Потом была небольшая стагнация, но факт остается фактом. Вот как бы так. Ну, и вот так вот все у нас и шло. Да, все шло, все поднималось. Вот, 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 как бы так. Ну, и, соответственно, твой скачок прям грозит. Потом я, получается, спокойно уже продал квартиру дочери, там, за 12 миллионов рублей. Просто недавно я отчитывался в налоговой. Все это продал. И, там, пускай, там, я там отдал комиссию, еще что-нибудь. Ну, как бы чистая прибыль получилась существенная. И потом, получается, если бы такой период я не взял бы, то вряд ли что-то я смог взять. Потому что, например, в последующем брат, например, через год купил себе квартиру. Например, в Министерских озерах, если не ошибаюсь, 67 квадратных метров за те же самые, там, 14,5 миллионов рублей. Хотя на тот момент, когда я покупал себе квартиру, например, в Острове мечты, в Министерских озерах можно было квартиру купить вот за 8 миллионов рублей, ну, максимум за 8 миллионов рублей, вот, 67 квадратных метров. Такие, как бы, цены там были. Вот, так вот и получилось. Поэтому сейчас, конечно же, потом была небольшая стагнация. Люди немножко подуспокоились, потом открыли за границу. Люди начали, вроде бы, как бы, начали, как бы, летать все, начали покупать там или иную недвижимость. Но потом началась специальная военная операция. Это у нас 2022 год. Специальная военная операция, нестабильный курс рубля, само собой. И, конечно же, самое печальное было, когда начали, ну, в той же самой Европе толерантной, они начали недвижимость, которая принадлежит россиянам, начали спокойно туда запускать тех самых беженцев и тому подобное. И у меня очень много таких фактов есть. У меня друг есть. У него то же самое. Мне показывал фотографии, просил мне распространяться, что там случилось и как случилось. В общем, вот, как бы, так. И вот люди стали задумываться по поводу недвижимости за границей, по поводу этой ситуации нестабильной. И, соответственно, как бы, опять в Сочи пошел прирост. Ну, такого не было скачка, как в конце 2020 года, но все равно стабильный рост пошел. Опять же, как бы, почему вот недвижимость стала в цене подниматься? Был ответ очень прост. Потому что вот эти новые поправки вели как раз в 2020 году вот эти вот законы, да, вот. Вот, потом, это не только в Сочи, по всей Российской Федерации. Соответственно, деньги, ну, по ФЗ-214, если раньше застройщик мог строить на деньги, которые вы вносили, например, да, там, стоит, например, квартира по рынку 100 тысяч рублей за квадрат в метр. Можно было в стройке купить по 70 тысяч рублей за квадрат в метр. Поэтому эти по 70 тысяч рублей за квадрат в метр люди могли, ну, спокойно, ну, как бы, застройщик мог использовать и тем самым могли экономить. А потом сделали такую систему, что деньги ложатся, образно, на депоизит. Я просто по-русски буду говорить, что там без всяких там терминов. На депоизит, соответственно, этим деньгами не может воспользоваться покупатель, да, это вот мы с вами, да, и не может воспользоваться продавец, это застройщик. Но может пользоваться банк. И, соответственно, застройщику стало невыгодно, потому что он все равно должен строить либо на свои деньги, либо на кредитные деньги. И поэтому новостройки резко по всей России сразу, как бы, поднялись, да. Например, розничная цена 100 тысяч рублей за квадрат в метр, стройки можно брать за 70, и сразу поставили 100. Поставили, продажи, конечно же, там, не сказать, вау, не выросли. Но потом, когда продавцы вторичного жилья стали понимать, блин, ну, как бы, я продаю свое, чтобы что-то купить, наверное, лучше и так далее, да, мы уже сейчас стремимся к большему. Ну, и все, и на этом фоне и вторичный рынок стал подниматься. Поэтому недвижимость стала подниматься уже вот в тот период времени искусственно. И здесь уже не вина ни пандемии, ничего. Именно было искусственно, потому что в России сделали поправки в закон ФЗ-214 и стало невыгодно. Соответственно, можно было все равно чуть дешевле брать те объекты, которые строятся не менее по федеральному закону 214. Ну, люди, как зомби, были уверены, раз ФЗ-214, значит, они застрахованы на все 100%. Хотя, если мы возьмем с вами, например, ряд жилых комплексов, такие как Ямайка, Москва, Фазотрон, если мы возьмем с вами Горка, возьмем с вами, да не знаю, да много можно перевести примеров. Например, Измайловский парк тот же самый, да, это все объекты, которые строились по федеральному закону 214. И это все объекты, которые были заморожены от 8 до 15 лет. Вот как бы так. И многие до сих пор еще толком не сдались и толком не разморозились. Ну и, соответственно, когда уже, например, встало, например, что люди смогут вернуть, думали, все обрадовались, но потом поняли, что там есть много таких вот, знаете, как в кредитном договоре, есть много таких вот всяких погрешностей в том плане, что, да, вернуть можно, вернуть деньги можно, все, но должно быть официально признано банкротом, должно быть то, должно быть это. Да, и по итогу все равно людей деньги, они хочешь не хочешь, они все равно обесценивались, потому что были заморожены. Опять же, многие застройщики пошли на всякие разные ущерения, ухитрения и так далее, да. Например, цена там, образом, 200 тысяч рублей за квадратный метр, например, 100 тысяч рублей показывают на скролл-счетах, да, которые будут заморожены, а 100 тысяч ты им берешь, там, отдаешься чаще всего даже без расписки, как, например, было это в жилом комплексе Мелитинские высоты. И, соответственно, люди даже, если вдруг что-то там попадали, они прекрасно знали, что они вернут только те самые 100 тысяч. Ну и, соответственно, как жилой комплекс Мелитинские высоты показал, что безопасных строек априори не бывает, и даже стройка, если идет по федеральному закону 214 и так далее, то, соответственно, она может ни с того ни с сего стать незаконной и так далее. Сколько раз таких было махинаций с жилым комплексом, тем же самым курортным, да, на протяжении 7 лет, который я живу в Сочи, сколько мы это видели с тем же самыми жилыми комплексами, которые искусственно затягивали, например, раз, два, три там, да, там мешали сдаться. Тот же самый Атлантис, тот же самый, например, мы возьмем с вами Три Капитана, там тоже очень много таких моментов было именно связано с непонятно с чем, непонятно как. И люди стали прекрасно понимать, что, наверное, ФЗ-1014 не является стопроцентным гарантом. Ну и, соответственно, ничего не оставалось, как находить альтернативу, а альтернатива на данном этапе была суровая. Это нужно было брать те самые жилые помещения. Ну, чтобы жилые помещения, соответственно, не делали конкуренцию тем же самым квартирникам, да, вот именно квартирникам, то, соответственно, что у нас получилось? У нас приняли законы, где нельзя было делить помещение с назначением жилое именно на помещение, да, раньше ты мог взять, например, свой частный дом и взять его, например, между детьми разделить, да, то ты выделил там в каждом, в каждой комнате ты выделил санузел, ты выделил там зону там кухни, еще что-нибудь, и ты можешь взять и разделить, и отдать как жилое помещение. Не долю, не путайте с долей, и все. Сделали такие поправки, соответственно, жилое помещение невозможно было делить. Соответственно, на этом фоне конкуренция в виде жилых помещений стала неактуальна, все люди прекрасно понимали, что очень тяжело, и многие застройщики, которые изначально, как бы, рассчитывали на определенный алгоритм, как они будут сдавать те или иные объекты, у них, соответственно, все это порушилось. Здесь, соответственно, получили, возникли, например, там даже это была не вина застройщиков, ну, обстоятельства, которые по правке закон, соответственно, появилось очень много тех самых дольщиков, точнее, даже не дольщиков, а покупателей непонятно чего, и они там стали в подвиженном состоянии, и многие, как бы, стройки на этом фоне, они какое-то время заморозились. Таких стройок могу перечислять очень много, но на самом деле их очень-очень много, да, не буду говорить, как бы, ну, не хочу, ну, таких много, поверьте мне на слово. И до сих пор эти стройки уже 3-4 года находятся в подвиженном состоянии. Хотя раньше, да, без проблем можно было покупать те же самые жилые помещения, даже Альпика групп, они не брезговали, те же самые мелодии леса 1, мелодии леса 2, мелодии леса 3, мелодии леса 4, как бы, без проблем те же самые жилые помещения, как бы, не брезговали, строили, и все это было вполне на законных основаниях. Ну, как бы так, ну, потом, вот, соответственно, сделали, и за счет этого получилось, искусственно, вот, получается, город Сочи стал немножко дальше для простых обычных людей, которые хотели бы жить в нормальном, хорошем, предсвечающем городе. Ну, вот, это суровая, правда, жизнь. Соответственно, соответственно, все это было, ну, соответственно, нашли лазейку, это как раз те самые апартаменты. Апартаменты, что такое? Это у нас не жилое. Соответственно, так же, как и жилые помещения, технология строительства была одна и та же, строились на землях ИЖС, получали разрешение на индивидуальный жилой дом. Там, соответственно, потом индивидуальный жилой дом просто брали, ставили на кадастровый учет, индивидуальный жилой дом меняли назначение земли и меняли дом назначение на нежилое, а нежилое делить можно. Вот, пока поправок нет, чтобы, например, нежилое помещение нельзя было делить. И, соответственно, те самые жилые помещения, которые раньше были, да, это строения, которые стояли на земле ИЖС, они, мягко говоря, перекочевали под апартаменты. Все то же самое, да, это идет две выписки, выписка на землю, выписка на помещение, на нежилое. Ну, чем прям кардинально стало отличаться нежилое помещение от жилого? В жилом была прописка, в жилом были, ну, почему многие убирали жилое помещение, потому что содержание, коммуналка была в разы дешевле, чем, например, те же самые квартирники, ну, в разы дешевле. И, например, если ваши родители переезжают в Сочи, им проще было дешевле жить в жилых помещениях, нежели, например, в квартире. Серьезно, коммуналка была ниже. Кажется мелочь, но реально, да, есть же разница, например, 3 тысячи отдать за 50 квадратных метров, либо отдать, например, 5 тысяч за 50 квадратных метров в месяц, да. Кто скажет, это мелочи? Ну, да, мелочи, но в год это получается разница в 24 тысячи. В год это разница в 24 тысячи. Учитывая, что, например, с пенсии, да, там, средняя пенсия по России, там, 13 тысяч рублей, ну, может, сейчас больше, но 13 тысяч рублей, да, то получается одно дело с пенсией отдать 5 тысяч рублей, да, за коммунальные платежи, за все про все, или отдать 3 тысячи. Ну, само собой, как бы, здесь можно там, как бы, особо экспертом не быть. Понятно, что для пенсионеров каждый рубль, это, ну, как бы, экономит, это существенно. Поэтому, в первую очередь, ударили жестко по пенсионерам. И те самые жилые помещения, которые были законные, они, 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 в свою очередь, они поднялись в цене. Именно законные жилые помещения, они выросли в цене. Это те жилые помещения, которые были сданы с участием администрации, где администрация участвовала в процессе, потому что все жилые помещения, ну, большинство, 80%, они сдавались через суд. Они узаканивались через суд. Есть такое понятие узаканивание, да, было через суд. соответственно были где судили с кем? С администрации. Например, вот построили свой дом большой, потом взяли и решили среди родственников разделить, решили сделать раздел. Пришли, вам от администрации отказ, в каком основании пришло. Все, ты подаешь в суд, соответственно в суде имеешь право твой дом, хочешь делить, хочешь не делить, ради бога, дели и все. Но вот если администрация в этом отношении участвует, то было хорошо. А если администрация не участвовала и администрации тоже довольно хитрые везде, они смотрят и думают, нифига себе, вот это да, вот люди уже живут, все, им уже деваться некуда. И спустя, например, 3 или 4 года они подавали в суд. В суд, типа они там не присутствовали, типа незаконно это было раздел и тому подобное. И потом начинали, мягко говоря, цель была, не чтобы там людей оставить без жилья, нет конечно, цель немножко другая, цель была именно, чтобы немножко с этого поиметь какой-то там, ну какой-то поиметь какой-то профит. Вот и все. О, гаишник встал и сразу перестали так обычно здесь выстраиваться. А нет, все равно на БМВ все равно взял, пристроился. Ну потому что понимают, что гаишник сейчас на это не обращает внимание. Вот как бы так. Вот и все. И получается, что у нас здесь все поправки, законы, плюс пандемия, плюс специальные военные операции, все остальное ударило, мягко говоря, по самому незащищенному слою. Это по пенсионерам, соответственно, те люди, которые всю жизнь отпахали, например, на севере, там не знаю, там с шахты не вылазили, в конце концов, решили наконец-то на старости лет пожить где-нибудь там в хорошем, чистом, прекрасном городе и тут раз-раз и они больше всего пострадали. Потому что те люди, у которых есть деньги, они особо не пострадали, им без разницы. Ну как-то, знаете, ну, знаете, как я вот хожу в магазин, у меня вообще без разницы. Какая вещь, сколько стоит. Я, например, захожу, там, например, и покупал помидоры в последний раз, да, по 350 рублей за килограмм. И мне надо двигать, Макс, ну это дорого. Я говорю, в смысле, а сколько тоже помидор стоит? Она говорит, в магните стоит 100. Ну, магнитовские помидоры я не ем. Или, например, понимаете, вот как бы и для многих по жилью то же самое. Ну, как бы стала цена выше, ну и стала выше. Какая разница? Ну, выше, ниже. Ну, все равно жилье нужно покупать, они купят. А вот, например, как раз те люди, например, представьте себе, что остались помидоры только по 350, а магниты, которые помидоры были по 100 рублей, они исчезли. И, конечно, по ним это жестко ударило. Потому что пенсия-то у нас не увеличилась в три раза, да, к примеру, там, и так далее. А жилье, например, то же самое, оно взяло и увеличилось, там, и так далее. Вот и все. Соответственно, апартаменты сейчас покупаются. Опять же, апартаменты покупаются с целью экономики, потому что апартаменты все равно подешевле будут, чем те же самые квартиры. Например, я сейчас буду показывать апартаменты. Например, можно купить, например, образно по 190, по 180 тысяч рублей за квадратный метр. Да, вот я сейчас буду клиент показывать. При этом аналогичные квартиры в том же самом районе будут стоить, как минимум, по 350, по 400 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, опять же, да, апартаменты, апартаменты, они, соответственно, имеют один главный минус – это отсутствие прописки. Хотя для многих прописка неважна, потому что многие прописаны в своих родных городах. Там может быть, там, другое начисление пенсии, другое, может быть, еще что-нибудь. Ну, мало ли что, там, у всех разные тараканы в голове. Можно, там, за машину ниже, ниже идет тот же самый, например, там, налог и так далее. Потому что все равно в Сочи, как ни крутись, считают, что в Сочи живут богатые люди и налог, например, в Сочи выше, чем, например, если бы я жил бы, например, в Ворске, да, был бы прописан. Или, например, страховка, например, в Ворске обходится дешевле на автомобиль, например, чем в Сочи. И вот как бы так. Ну, те люди, которым не нужны, ну, они все равно встряли. Чем разница между, например, жилыми помещениями, чем, например, тем же самыми апартаментами и чем квартиры? Ну, например, смотрите, если в квартире у вас коммунальные там платежи образно, давайте возьмем, возьмем с вами за 50 квадратных метров, он будет составлять, например, 5 тысяч, там, вода, свет, там, что-нибудь там, обслуживание и так далее. В жилых помещениях будет 3 тысячи рублей. А вот, например, в апартаментах будет 9. Получается, в апартаментах, как бы, жить, как бы, изначально, вроде бы, ты экономишь на покупке, но жить в апартаментах обходится дороже. Ну, реально дороже. И апартаменты, как бы, у нас почему-то на апартаменты коммуналка такая высокая, все, потому что это не жилое, а не жилое, соответственно, подразумевает, что это коммерция. Соответственно, значит, какая-то должна быть коммерческая деятельность. Например, если возьмем с вами пятиэтажку, например, со второго этажа жилые, первые этажи переведены в коммерцию. Соответственно, первый этаж для чего переведен в коммерцию? Там, скорее всего, парикмахерская или там, например, какой-нибудь там суши-бар или там какой-нибудь там, не знаю, еще что-нибудь. Соответственно, это бизнес. Поэтому, соответственно, если, например, проводите тот же самый интернет, например, у себя в квартире, там вы будете платить 500 рублей за, ну, например, за там 100 мегабит. А, например, вот, праведливый интернет, например, чтобы у вас там Ну, хорошо все работало, там, например, та же самая касса и так далее. Например, магазин, да, там, где неживое, у вас будет 3000 рублей. Ну, те же самые 100 мегабит. Вот такая вот суровая правда жизни. Соответственно, с самого условия, я уже прям беру апартаменты самые дешевые. Есть апартаменты, где обслуживание в разы больше. Есть апартаменты, где за 50 квадратных метров у вас будет обходиться содержание этих апартаментов и 20 тысяч в месяц, и 22 тысячи. В зависимости от того, есть ли бассейн или нет бассейна, смотря какая территория, смотря как так. Например, если мы возьмем с вами апартаменты, например, в тех же самых апарт-отелях, да, именно апарт-отелях, то среднее содержание, среднее обслуживание выходит по цене, например, от 110 до 200 рублей за квадратный метр. К примеру, у вас 20 квадратных метров, да, крохотные апартаменты. Соответственно, вы только, например, минимум вы должны будете заплатить 2200, а так нужно ориентироваться. Сейчас многие прям ставят 200 и все, да, например, те же самые апарт-отели, которые мы сейчас будем с вами проезжать. Здесь их очень много, да, те же самые санатории и там подобные, которые были выкуплены, которые были, там, не знаю, там, разделены и так далее. И все. И получается, вот только за обслуживание, да, просто за управляющую компанию, что у вас есть, вы должны будете платить, например, 4000. Плюс, опять же, например, электричество, да, например, так стоит 5 рублей за один, там, киловатт, а так будет 10 рублей. Вода, канализация, все то же самое, плюс еще, опять же, ежегодный налог и получаются, ну, получаются эти апартаменты, ну, шоколадные получается, да, и все. Ну, опять же, подразумевается, что если вы вдруг не живете, например, сдали доведительное направление, то, соответственно, ну, как бы, вы будете на этом зарабатывать, в принципе, свои денежки, да. Вы реально будете зарабатывать деньги. И так, в принципе, и рассчитывают, что здесь больше именно про деньги. Ну, то же самое, знаете, то же самое, что, например, если возьмем мы с вами, например, минивэн, да, вот, например, возьмем мы с вами минивэн, да. Да, минивэн, к примеру, ну, не знаю, там, какой-нибудь там Volkswagen какой-нибудь, или, например, Toyota, например, Alphard, да, это же минивэн, ну, минивэн, да, и у вас, соответственно, идет один налог, одна процентная ставка по налогам. А если, например, мы возьмем с вами, я помню, у меня был во владении Баргузин, это маленькая газель такая, Баргузин, и вроде бы там ни лошади нет, ничего, а налог получается в разы больше. Потому что Баргузин идет в категорию не минивэнов, а идет в категорию, ну, как бы, получается, в категорию микроавтобусов. Хотя в Баргузине помещается людей меньше, чем, например, в той же самой Toyota Alphard, да, Alphard, или, ну, не знаю, поправить, да, как бы, у меня просто не было такого автомобиля ни разу. И все. И получается вроде бы раз, 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 как мне объяснили налоговую, вот получается, вот это, получается, у нас больше про бизнес. И, соответственно, поэтому и налог идет повышенный, понимаете? То же самое с жилым и нежилым. Не верите, можете каждое мое слово перепроверить. Каждое мое слово можете просто взять и перепроверить. Это несложно. И все. И вот получается, например, тот же самый, например, взять, например, например, минивэн, например, Mercedes EV-класса, у него, получается, налог будет, особенно если вы взяли дизель меньше, чем, например, у вас в владении, например, вы взяли, вроде сэкономили, взяли себе тот же самый там Баргузин, Газель, у них идет налог абсолютно другой. Вот такая штуковина. То же самое с жилыми и нежилыми помещениями. Теперь, да, кто-то скажет, Макс, ну ты забыл сказать, что еще мораторий на строительство. Да, мораторий на строительство в Сочи формально есть, ну, на слуху у всех. Но, по сути, в период моратория на строительство, в период, когда приняли, да, как бы, когда было решено мораторий, это уже больше, чем 2,5 года назад, у нас все равно появились такие жилые комплексы, как летний, флора, да, появились? Появились. Соответственно, Чайные холмы появились? Появились. Южный парк появился? Появился. Сочи парк появился? Появился. Это большие комплексы. Кислород появился? Да, появился. Как бы формально это был предлог для того, чтобы не давать разрешение, а те, кто получал разрешение, то, соответственно, там цена уже априори не становилась низкая, потому что большая легла социальная нагрузка именно на застройщика. Например, жилой комплекс раз, два, три, да, например, они должны были построить школу. Так и не построили. Но как-то смогли все-таки отбрехаться и все, и смогли сдать. Ну, такие были условия. Здесь же, получается, Министерские озера те же самые, да, 20-ти недом, когда дали с условием, что должны быть школы. И вроде бы они тоже не хотели школу особо делать, потому что школа еще должна была 22 года назад. Но все равно как-то смогли надавить. И все равно сейчас школа строится в три смены. Не, в три смены рабочие. Я думаю, с 1 сентября школа запустится. Например, на той же самой Северной Склонь-Бытхе школа тоже делается. Если, например, мы возьмем с вами, например, те же самые, например, Догомыс, там тоже начали строить еще одну школу и так далее. Если мы возьмем с вами, например, Кудепсу, там тоже начали строить и так далее. У нас только на халяву, кто ни копейки не вложил, это, конечно же, жилой комплекс, который называется «Фрукты». Как бы столько домов построили, хотя бы там либо детский сад, либо школу тоже могли бы построить. Но они как-то смогли остаться в стороне. Ну, бывает, ничего страшного там нет. Потому что начали строиться, когда был это Сочи, да, начали строиться, когда был Сочи, а закончили строить, когда это стал Сириус. И Сириус уже никакого отношения к Сочи не имеет. Хотя, знаете, как они имеют отношения? Например, все, что зарабатывается в Сириусе, все идет напрямую в Москву. И, по идее, должно быть финансирование с Москвы. Но в то же время все самые дороги и так далее делаются за счет денег Краснодарского края. И получается, ну, знаете, получилось так, ну, получилось, например, шикарно. Получилось, как бы, вроде бы отделились и тому подобное, потеряли часть, в том числе и заработка, тот самый Большой Сочи, потому что Большой Сочи стал меньше, да. Но в то же время, как бы, содержание, ну, на содержание Краснодарский край не стал меньше тратить, например, на тот же самый, например, микрорайон Сириус. Такая, ну, как бы, такая двойная афера. Ну, ничего страшного нет, ну, как бы, каждый крутится как может, ну, здесь даже и без разговоров. Вот, как бы так, вот перед гаичниками нас нарушают, перестраиваются им по барабану, да. Потому что сейчас задача их никого не останавливать, ничего. Сейчас идет основная задача, это, конечно же, в первую очередь, в первую очередь, это, наверное, здесь будет какой-нибудь спецпроезд очередной. Поэтому очень много гаичников по дороге вы увидите. Отсюда делаем выводы. Хотя, по идее, уже мораторий на строительство, да, точнее, запрет на строительство уже, по идее, уже окончился. Про это все умалкивают. И за счет того, что стало сложнее получить разрешение, уведомление на строительство и так далее, соответственно, все идет автоматически вверх. Соответственно, земля стоит безумных денег. И иногда ты не понимаешь смысл брать тебе голую землю, где нет ничего, когда рядышком можно купить дом, где есть все. Понимаете? И вот на этом фоне, на этом фоне я могу сказать, что если кто-то там хочет строить что-то в Сочи и так далее, если вдруг у вас не было купленной земли лет 10 назад, когда там более-менее нормальные адекватные цены, и сейчас вы хотите купить землю, начать какой-то бизнес строительный, я могу сказать, что это дохлая идея, это затея, которая изначально провальная. Ну, реально, это затея у вас изначально провальная. Ну, сейчас то время, когда готовое сданное жилье покупается гораздо проще. И если раньше можно было сэкономить, когда вы покупаете стройку, и стройку было покупать обоснованно именно в том случае, когда вы хотите сэкономить, то сейчас готовое сданное жилье, по факту, входится в разы дешевле, чем, например, аналогичные стройки. Ну, это факт. Ну, все равно находятся люди, которые берут стройки, ну, все равно от них никуда не денешься, потому что еще старые закалки, раз стройка, значит, я экономлю. Нет. Стройки, на которых сейчас можно сэкономить, можно пересчитать на пальцах одной руки. Ну, реально. Стройки, на которых сейчас можно сэ-ко-но-нить. Кстати, а у нас здесь везде пропал интернет. Может быть, уголшилки стоят. Везде интернет пропал. Представляете себе? Где интернета особо нет. Прикольно? Прикольно. Поэтому, конечно же, конечно же, конечно же, мои рекомендации покупать не участок, а уже готовый, настроенный дом. Чаще всего он выйдет вам дешевле, чем вы возьмете и купите себе участок, и заходите, чтобы построить. Вас все равно здесь обманут, вас все равно здесь поимеют, все равно много чего с вами сделают. Это раз. Стройка. Большинство строек сейчас нерациональны, потому что, говорю, как бы застройщику нет смысла продавать дешевле, потому что он, как бы, ну, у него нет в этом экономической выгоды. Потому что он не может воспользоваться теми деньгами, которые вы раньше платите и все остальное. Поэтому он все равно строит на те же самые кредитные деньги и так далее. Плюс еще и что-то им нужно. Да и многие застройщики сейчас даже, если строят, например, те же самые дома, они просто берут, построили и потом уже готовы, с документами выкатили и продают по максимуму. Само собой, безопасно инвестировать тоже особо не получается. Те места, где можно проинвестировать и заработать, это чаще всего про то, что мы там, например, будем с вами рассматривать с точки зрения, например, те же самые договора инвестированиям, там, еще что-нибудь, все равно, как бы. Ну, знаете, как я скажу так, если вас захотят кинуть и без разницы, да, вот, например, там, у тебя очень много таких примеров, вас все равно кинут и вам ничего особо не поможет. И даже если у вас будет решение суда, еще что-нибудь и так далее. Плюс, опять же, в Сочи было в последнее время те самые аресты участков, притом это уже всеми доказано, уже кто только об этом не говорил, это была просто фикция, это просто было понятно, что это была мошенническая схема, это понятно, что было неправомерно, незаконно и так далее. С этим тоже все понятно, реально все понятно с этим. И на этом фоне стало очень мало земли, именно которой не под арестом, ну, потому что 11 тысяч участков, они, в свою очередь, еще были размножованы, это уже 22 тысячи участков, которые были, соответственно, у нас под арестом и сейчас находятся под арестом. И на этом фоне та земля, которая более-менее нормальна с документами, там, не под арестом, ничего, то, конечно же, она автоматически на этом фоне, как бы, потому что получился дефицит участков, и на этом фоне, само собой, цена на участки стала выше. Также, конечно же, стала выше цена на дома, именно законно, потому что, если мы посмотрим, там, по дороге, например, то же самое казачье бру, от Липники, очень много стоит в этой же поселках, где земля арестована. Но что там говорить? Даже есть дома по 70-80 миллионов, которые находятся на улице Яна Фабрициуса, и которые сейчас тоже стоят на арестованной земле, и вы, как бы, можете, если захотели купить, уже год находится на арестованной земле, вы можете внести только определенный задаток, и больше ничего сделать особо и не сможете. Что далеко ходить-то? Правильно же? Правильно. Поэтому, ребят, есть много таких моментов, которые, по сути, цена на недвижимость стала подниматься не только в России, но и в сообществе, в частности, именно это искусственные факторы, либо это грамотно в администрации у нас при президенте работают маркетологи, которые могут это все сделать, которые могут сделать искусственный дефицит на пустом месте, которые могут сделать еще что-то непонятное, да, потому что, по большому счету, вот напишите, пожалуйста, у кого за последние три года зарплата увеличилась в два раза? Напишите в комментариях, вот у кого из вас зарплата увеличилась в два раза? Например, зарабатывали 200 тысяч, стали зарабатывать 400 тысяч. Я уверен, что таких будет немного. А если и стали зарабатывать больше, то, скорее всего, там, начали пахать, как говорится, больше, поменяли сферу деятельности и так далее. А так, например, работали учителем, да, зарабатывали 100 тысяч, а стали получать 200. Такого нет. Но при этом недвижимость, например, поднялась. Где недвижимость в цене немножко опускается? Как раз именно там опускается, где изначально мы наблюдаем не дефицит, а парфицит. Например, в Краснодаре, да, очень много понастроили тех самых комплексов.